30 воскресных дней под знаком русской живописи из отчества в музейно-выставочном центре Кировского филиала акционерного общества «Аплатит» закрылся сезон «Лектория навстречу искусству». 30-я встреча «Лектория навстречу искусству», к сожалению, для слушателей, стала заключительной. Автор проекта, художник-искусствовед Марина Борисова, посвятила ее творчеству русских художников, которые творили на стыке эпох. Художник Филипп Малявин, эта картина называется «Вибрия», и он старался показать такую политическую подобреку в своих картинках. Это общее движение массы. Здесь в его картинках выделяются только лица. Мы вместе провели 30 недель, которые посвятили русскому искусству. И для меня было открытие то, что первая половина лекций до Нового года, посвященная древнерусской живописи, она нашла такой широкий отклик. Было очень много слушателей именно на лекциях, посвященных иконописи и древнерусской архитектуре. Итогом «Лектория» стал тест на закрепление полученного в течение всего курса материала. Идея поделиться с земляками, накопленными в пору студенчества интереснейшими знаниями, появилась у кировчанки Марины Борисовой, когда она посещала подобные лектории в Эрмитаже. Самым сложным оказалось побороть волнение и выставить лекции в формате рассказа и общения, отказавшись от сухого чтения с демонстрацией картинок. Это нашло живой и восторженный отклик. В среднем на каждой лекции присутствовало 25-30 слушателей. А встречи, посвященные иконописи и русскому зодчеству, посещали более 40 человек. Мы вообще высказали пожелание, чтобы западноевропейское искусство нам Марина Геннадьевна еще так же преподнесла. Поэтому ждем нового учебного года. А за этот учебный год спасибо большое. Очень интересно, очень много познавательного. Я считаю, что это настоящее событие в культурной жизни двух городов, потому что это очень значимо, это очень интересно. Марина Геннадьевна человек каких-то уникальных знаний, глубинных. Это было настолько все таким потрясением, эмоциональным и в хорошем смысле, конечно, этого слова. Таким праздником для души, все, что здесь происходило. Конечно, очень здорово, если у этого будет продолжение, потому что это очень хорошее начало. Посещение лектория было бесплатным. На этом настояла сама автор. Благодаря таланту и знаниям Марины Борисовой, лекции привлекли около сотни слушателей, большинство из которых стали постоянными посетителями лектория. Осуществить лекторий получилось, на самом деле, благодаря тому, что меня поддержали семья и друзья, поддержали и помогли осуществить этот проект. И когда я обратилась в музейный выставочный центр, и, в общем, охотно приветствовали эту идею, и при поддержке компании «Фосагра» получилось весь год, в общем, учебно этому посвятить. И всем очень благодарна, на самом деле, задействовано очень много людей вокруг. В завершение проекта все, кто вошел в число постоянных посетителей, получили благодарственные письма и памятные подарки от музейно-выставочного центра и компании «Фосагра». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok